Доброе утро, ребята! Всем привет! Утро моё начинается с вязания игрушки. То есть я уже закончила. Вернее, я уже пришиваю все части тела. И сейчас вот пришивала носик, то есть мордочку. Получилось оно у меня криво, пришлось опять распороть. Буду пришивать заново. Сегодня такое солнышко утром приятное. Да? Доброе утро! Все ещё спят. Потихонечку просыпаемся. Погода у нас уже который день хорошая, но всё равно на улице прохладно. Ночью минус, а днём максимум плюс пять. Вот такой мешуток у меня получился для Макса. Очень тяжело вязать этой пряжей, она пушистая. Я вяжу в две нитки. Петельки не видно. По несколько раз детали перевязываю, если не получается. В общем, я уже, наверное, где-то неделю его вяжу с остановками, если считать, что я останавливаюсь. Вот такой вот. Вот, например, я нашла видео этого мишки. Так, почему-то он тут сидит, это не тот мишка. Вот этот мишка. Это не сидячий. Называется он мишка Саймон. Здесь несколько частей. И зайку я вязала по другому видео. Вот, я нашла. Поэтому видео я вязала. Называется мастер-класс. Зайчик. Зайчик крючком. Первая часть. Сейчас покажу, как выглядит. Зайчик. Раньше была другая картинка. Не знаю, почему поменялась. Поэтому долго так искала. Вот, так что. Потому что спрашивали под видео. И глазки. Глазки ко мне еще не пришли. Я заказала глазки из Китая. И, в принципе, их можно вышить нитками. Ну, посмотрим. Либо подождем, либо я вышью. Так, вот. Все. Я наметила носик. Вроде ровный. Ровный. Так. Я тут уже готовлю завтрак. Сейчас поджарю хлебушек. Свеженький хлебушек. Ну, и нарезанный авокадо. Дальше у меня идет помидорчик. Маслом залью либо майонезом, но, скорее всего, маслом оливковым. Пожарился. Так. Мне кажется, тут еще авокадо не хватает. Слишком много помидоров я нарезала. Еще один. У меня все никак не проходит эта царапина. Чуть по вене не прошелся. Прям вену пропустил. Тimo, это уже очень вкусно. Пошёл. Уау! А вот. Вот. У comprendения. Угу. Угу. Шза и把. Так, ну что, готово? Да, все, вот так вот она садится, вот сюда, открываем компьютер, так, и ждем, потом сейчас, да, время пройдет, время придет, в которое нам нужно заходить, и мы зайдем. Помнила, как называется? Кругленький, как называется? Косточки. А на палочках они держатся? Спицы. Да, а сам он, как называется? Все, все? Да. А? Абакус. Мы пока им не занимаемся, у нас все идет интерактивно, все на экране, она выполняет задания, в общем, я все покажу, очень интересно. Это нам, может быть, потом пригодится домашнее задание выполнить. И это? Косточки. Косточки, да. Учили мы, как называется. В общем, так, у нас 5 минут. Все, готовимся. Покажу вам немножко наши уроки, чем мы занимаемся, ну, потому что еще зима, наверное, поэтому снег. Ну, все, удачи тебе, 45 минут урок будет идти. Я буду рядышком, если что, да, если что-то не поймешь, я рядышком, у нее бывает иногда, она не знает, как ответить правильно на русском, поэтому я ей помогаю иногда. Расскажу сейчас, почему именно я решила отдать Каролину в онлайн-школу ментальной арифметики. На самом деле, я уже давно думала об этом, я искала подходящие школы, я искала информацию, читала, изучала. Почему именно Каролину я решила записать? Каролине очень сложно сосредоточиться на чем-то. Вот, допустим, если она делает уроки, она может решать математику, потом отвлечься, о чем-то мечтать, куда-то смотреть. Ну, в общем, ей тяжело на чем-то одном сосредоточиться. Она не усидчивая, она не может заниматься долгое время чем-то одним, она переключается очень быстро, она теряет контроль. Есть небольшие проблемы в математике. Я прочитала, что ментальная арифметика, она очень хорошо в этом всем помогает. Из всех школ, которые я нашла, я остановилась на одной онлайн-школе, которая называется «Сириус Фьючер». «Сириус Фьючер» — это первая онлайн-школа ментальной арифметики. В клубе авторская методика преподавания. У них есть собственная платформа. Все занятия сопровождаются мультфильмами, в которых ребенок должен помочь главному герою справиться с определенными трудностями. С помощью решения интерактивных примеров и задач. Методисты-психологи клуба сделали упор на развитие не только счета, а также и развивается память, внимание, мышление, концентрация, воображение. Во время занятий присутствуют даже физкульт-минутки, когда ребенок выполняет интересные упражнения на развитие межполушарного взаимодействия мозга. Мне очень понравилось, что занятия проходят индивидуально. Ребенок один на один с классным педагогом. Онлайн-занятия по очень гибкому графику. Можно планировать в любое время 24 на 7. Большой плюс в собственной платформе. Все интерактивно, можно рисовать, нажимать на кнопки, получать звездочки и салюты. Как прошел наш первый урок, пробный урок, мы сразу же на первом уроке познакомились с ментальной арифметикой. Каролина выполняла уже первые задания. У нее получилось это легко. Ей очень понравилось, и она сказала, что хочет продолжать дальше заниматься. Также по итогам первого занятия педагог диагностирует текущий уровень навыков ребенка. И дает рекомендации по дальнейшему развитию. Меня очень удивило, что на четвертом курсе ребенок уже может умножать и делить трехзначные числа за считанные секунды. Просто как калькулятор какой-то. Я оставлю ссылку в описании под этим видео на онлайн-школу Sirius Future. Можете пройти бесплатный первый урок. Может быть, вам понравится. Также я оставлю промокод на скидку 10% при покупке абонемента 4 или 8 занятий. Конечно же, советую пройти вам пробный урок первый. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Попробуйте, посмотрите и не пожалеете. Все, урок наш закончен. Все, закиню! Понравилось? Нормально? Не устаешь? Интересно? На здорово. Время пролетает просто моментально. Прям 45 минут пробегают, как будто это минут 5-10. Потому что интересно, да? Вот, так что нам задали домашнее задание. Будем выполнять до следующего урока. Да? Понятно все? Ну, хорошо. Путается иногда она с цифрами, потому что с немецкого на русский. Ей нужно переключаться. Она мне говорит цифру на немецком. Я ей подсказываю на русском. Нужно нам немножко потренироваться с русскими цифрами, хорошо? Я могу все. Чтобы ты прям русские цифры хорошо знала. А то ты путаешься. Ну, ничего, научишься. Ты молодец. Да, ты сегодня все-все задания выполнила на отлично. Молодец. Только я ему не знаю, кто это. Ну, вот, надо на память. Заниматься на память. Видишь? Много очень было заданий именно развивать память. Я тут решила кнопки все помыть. Они такие были пыльные, грязные. Потому что у нас как раз напротив тут вытяжка. Из нее дует. И вот эта вся пыль жирная. Вот этот весь ветер, он прям падает на них. Видите, они какие-то. Готово, чистенько. Сюда еще одна просится. Не хватает. Думали Ксюша, Ксюша не дотянула. Наш Филя заметил, что тут ходит кошечка. Видите, вон там он сидит. Сейчас приблизим. Она постоянно туда приходит. Она его, наверное, тоже заметила. Все, уходит. Нет. И Филька каждый день сидит и ее ждет. Все, ушла. Девочка, ты любишь девочку? Ты любишь девочку? Да? Да? Он не знает или еще, что кто-то существует такой же, как и он. Ксюша получила свою долгожданную книжку. Сколько ты ее ждала? Месяц? Угу. Месяц ждала книжку, она называется. It's for love. Джена Ортега. Я уже половину прочитала. Интересно? Она быстро читает, да? Угу. На английском языке она читает. Подожди, я покажу. Вот это актриса, которая играет в Энсдей, да? Да, она не только Энсдей. Ну, имеется в виду. Я ее, например, знаю только с этого фильма. Больше я не видела. Она тоже в Бисле и Лена. Да? Угу. В общем, она купила эту книжку, заказали. Ее здесь не было. Потом ждали с Америки. Стоит она сколько там долларов? Девятнадцать. Семнадцать девяносто девять долларов. Ну, на франке тоже где-то девятнадцать. С доставкой двадцать три франка получилось. Ну, если тебе понятно, то, в принципе, какая разница на каком языке. У меня пошла сегодня посылочка с нитками. Такая вот посылочка с нитками. Такие вот петельки. Ты что, заказала? Да. В общем, заказала вот такого типа. Голубой с белым, с серым. Розовый, голубой и желтый. И вот такой коричневый, серый, белый. Они смешаны уже цвета. И вот такие вот коричневый. Два коричневых, два серых и два белых. Хочу я связать Каролине и Максу пижамницы. Я ей ногу на руку. Ей уже маленький этот костюм. Не-е-е-ет. Джуни, вытащи. Джуни, или правильно? Правильно. Просто он не застегнется ей. Он не застегнется этот костюм. Е-е-е-ет, Джуни. Даже не налезет на нее. Вот все. Ноги не надо. Все. Еще же, да, какой-то мы покупали? Два костюмчика. Угу. Не, три. Три? Такой розовый еще покупали, но такой очень маленький. Совсем, да? Там уже такое с уточками. Мы не можем найти. Потеряли. Бонечка. Наверное, Бонка спрятала. Тепленький костюмчик. На улицу ходить. Все. Ушки не застанешь. Джуни, дюни, 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 дюни. Не нравится. Не-е-е-е. Может, снять? Все. На Фильку, может, наденешь? На Фильку не налезет. Сейчас у меня, видите, уже одно вязание выскакивает в рекомендациях. И я себе ее сохраняю в папочку. Вязание крючком. И вот здесь вот у меня... Сейчас я вяжу вот такого котенка. Он цепляется на... Сейчас где-то, если тут будет... Он цепляется на шторку. Этот само тельце, это как мешочек. И внизу делается... Внизу шнурок. Открывается. И в отверстие засовываешь. И в этот мешочек засовываешь пижамку. Ну, ну, как игрушка. С ней можно спать, играть, в принципе. Вот. Сейчас найду какую-нибудь, чтобы хорошо было видно. Вот такая вот пижамница. В общем, такую хочу сделать Максу с Каролиной. Чтобы они туда пижамки складывали. Вот, нашла. Вот такого котика я буду вязать. У которого вот эти лапки... Они вяжутся длинными. И потом просто привязываются к шторке. Вот эти вот просто висят. Вот тоже котик симпатичный. Можно даже хрюшку связать. Можно тигренка связать. Там что там всего-то... Обезьянка. В общем, я вяжу вот этого котика. Связала уже нижние лапки, тельце. Осталось голову. Верхние лапки и хвостик. Вот такое вот у меня тельце получилось. Я уже набила. И вот такие вот две лапки. Если у кого есть Пинтерест, у меня вот так вот он называется. Здесь у меня есть доска, которая называется «Вязание крючком». И можете посмотреть, что там я сохраняю. Какие вязания, что я вяжу. Выставила я сюда цветочки, потому что... Вообще у нас очень мало солнца. Мне кажется, из-за этого тоже растения страдают. И да, я жду не дождусь, когда придет весна, и я могу выставить их туда на улицу. И тогда у них солнышко будет с утра до вечера. Особенно вот эти вот. Видите, все равно засыхает. Вот эта орхидея, она мне только деток дает. Прям орхидея мамочка какая-то. Эти, когда дадут корешки, я тоже посажу. Вообще-то хотела запустить робота. Но раз там у меня цветочки стоят, он их там их собьет, снесет. Пылесосить буду сама. Быстренько пройдусь и уберу на кухне то, что у нас тут после обеда осталось. Мы с Максом поедем покатаемся на велике. Куда? Не знаю, куда-нибудь. Налево, направо. Сейчас посмотрим. Никто больше не захотел. Да. Я тут решила блинчик испечь. Захотелось блинчиков. Хочу блинчик. Сейчас. Ты уже съела. Сейчас это сейчас. Я уже заканчивала. Они уже поели. Ходят, пускают. Ой. Ходят, пускают блинчики. Кстати, масленица же скоро. Точно не знаю, в марте что ли, по-моему, масленица. Сейчас, сейчас остынет, а то они горячие. Нам тут задали домашнее задание. Будем решать примеры. Вот такие вот примерчики у нас. Вот по вот этим спицам она сейчас будет решать примеры. То есть она будет ответ здесь писать. Вот. Все, ты готова? Я тебе буду диктовать, а ты будешь решать. Пальчики правильно поставь. Пальчики подготовь. Как она тебе сказала? Зажимаем. Пальцы зажимай, которые тебе не нужны. Оставляй, которые нужны. Другие зажал, чтобы они тебе не мешали. Ты тоже? Теперь решаем. Я тебе буду диктовать, а ты будешь решать. Четыре. Давай. Четыре. Минус два. Минус один. Плюс два. Плюс один. Минус два. Плюс один. Сколько получилось? Три. Теперь рисуй. Как нужно рисовать? Две оранжевые, одна зелененькая. Дальше следующий пример. Давай. По нулям. Все. Готова? Давай. Так. Три. Минус два. Плюс один. Минус два. Плюс четыре. Минус два. Плюс один. Три. Три. Зарисовывай. Обязательно там два цвета должно быть. Задание мы сделали. Там он заканчивает другое домашнее задание. И Макс тоже заканчивает. Вот такой вот я Бакус покупала на Алиэкспресс. Приехал он к нам поломанный при транспортировке тресного. Ну, в принципе, это не проблема, видите, немножко тут трещина. Ну, что страшно? Так, то он. Давай. Пусть и дядька. Тихо, тихо. Бонни боится. Она боится эту маску. А что, она классная для фастов подойдет? Для карнавала. Тебе, Ксюша, больше едет. Смех. Вот. Мама, Рики. Рики хочет вылезти. Смотри, на свободу. Ему надоело. Он постоянно сюда залазить не может. Или он хочет на потолке повисеть опять? Нет, я его сейчас не буду в руки брать, потому что здесь кот рядом. Он меня укусит. Рики меня укусит. Почему? Потому что он почувствует запах кота. Там ты... Не включай! А? Не хочу сидеть. Нет, нужно... Это... Свет сильно яркий. Нужно... Я подкладываю что-нибудь в футболочку. А колено... Калина, укрывайся. Вот так вот. Укрывай. Это сильно ярко будет, Макс. Сидеть. Все, ребятки, на этом заканчивать буду влог. Уберу на кухне, потом еще немножко посижу. Повяжу. Наверное, я сегодня... Надеюсь, я сегодня этого котика довяжу, потом покажу, когда будет. Время, на самом деле, пролетает очень быстро. Такое ощущение, что буквально 2-3 дня назад мы снимали влог, выкладывали. А потом, когда я захожу на YouTube и смотрю, какого числа вышел последний влог, и оказывается, уже прошло больше недели. Сколько? 8 дней. 8 или 9 дней уже, оказывается, прошло такое ощущение, что 2-3 дня. В понедельник, надеюсь, мы пойдем на карнавал. Если пойдем, то я обязательно для вас засниму влог. Вот. Так что сейчас всем пока, спокойной ночи и до следующего влога. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok